Всем привет! Сегодня 14 декабря 2020 года и я снимаю просто один день в своей жизни. Я не делаю специально какого-то тематического видео. Здесь я сегодня покажу то, что я делаю в течение дня и расскажу вам небольшие отзывы о книгах, которые я сейчас читаю. Для меня это важно, потому что я книги очень люблю и много читаю и стараюсь делиться своими отзывами с людьми, потому что кого-то это вдохновляет, кого-то интересуют какие-то темы. И мне самой помогает иногда прочтение отзывов, понять, нужно ли мне читать ту или иную книгу или нет. Мое утро начинается с того, что я делаю проверки работы по своим онлайн-курсам. Я не буду сейчас подробно об этом рассказывать, но для меня очень важно дать быструю, четкую, понятную обратную связь. Я хочу поделиться своими отзывами о книгах, которые я читала в недавнем времени и на меня оказали положительное влияние. И, может быть, кому-то из вас будет интересно их почитать. Первая книга, с которой я хочу начать, это «История картин» Дэвида Хокни. Это один из самых дорогих художников в мире в настоящий момент. И он написал в союзе с художественным критиком книгу, которая называется «История картин». Здесь очень интересная подача материала. Здесь выстроен диалог между этими двумя авторами. И ты невольно становишься участником этой беседы, тебе становится интересно, тебе хочется читать, что же будет дальше. Здесь очень много красивых иллюстраций. Есть рассказ о том, как раньше художники использовали такие интересные материалы, как инструменты, как камера-обскура для того, чтобы создавать картины. По сути, это тот же фотошоп. Я думаю, что если бы сейчас они увидели фотошоп или айпад, они посчитали бы это каким-то чудом. То есть раньше художники искали какие-то методы, какие-то приемы для того, чтобы быстрее создавать картины. Ведь раньше не было фотографий, поэтому для них картина имела коммерческий успех. Тогда они скрывали о том, что они пользовались какими-то такими инструментами для того, чтобы облегчать себе работу, чтобы создавать картины. Я думаю, это было потому, что, во-первых, очень ценилось мастерство, и, во-вторых, это было такой коммерческой тайм для того, чтобы можно было быстро создавать работы. В книге очень много иллюстративного, хорошего материала, ее приятно читать. Читается она быстро, легко, материал запоминается хорошо, поэтому всем советую почитать эту книгу. Это очень полезно для вообще развития в художественном плане. Еще одна книга, которую я очень ждала, ее ждала, наверное, больше месяца. Это книга Марины Мелии, коуч-консультанта первых лиц российского бизнеса. Почему я ждала эту книгу? Потому что я давно слежу за видеороликами на канале YouTube Марины Мелии. Я читала практически все ее книги в электронном виде, и я читаю все ее посты в Instagram. И мне очень нравится ее точка зрения. Мне нравится, как она строит свою речь, о том, что она говорит, что очень важно, чтобы человек верил в себя, о том, что человек априори знает решение всех своих проблем, но иногда у нас настолько зашел взгляд, что мы не можем найти это решение. Эта книга подойдет тем, кому в настоящий момент нужна мотивация для действий, кому важно разобраться в своих целях и важно поверить в себя. Если вы хотите разобраться в себе, если вы хотите найти какие-то свои сильные стороны, на которых вы можете береться, я считаю это очень важно именно в той философии, которую просвещает Марина Мелия. Потому что действительно мы очень часто, и зарубежная литература по психологии нам часто говорит о том, что мы должны искать в себе какие-то недостатки, работать над своими недостатками. Но на самом деле недостатков у нас может быть большое количество. И если мы будем все время подгонять их под какие-то рамки, которые мы сами же, кстати, себе придумываем, мы будем постоянно находиться на среднем уровне. А если мы будем опираться на свои сильные стороны, именно те стороны, которые нас отличают от других, которые делают наше положение выигрышным, то, наверное, мы будем идти быстрыми темпами к своей цели. Когда я познакомилась именно с этой философией, о том, что мы должны усиливать свои сильные стороны, я постаралась в своих образовательных проектах тоже внедрить эту мысль. Потому что на самом деле, когда мы рисуем, и когда у нас есть своя стилистика, у нас очень зашоренный взгляд. Мы не можем увидеть именно ту изюминку, которая нас отличает от других иллюстраторов. Почему мы рисуем так, а почему мы не рисуем иначе. И очень важно человеку показать сильные стороны для того, чтобы он знал их, для того, чтобы он их развивал и становился еще ярче, чтобы талант раскрывался. Даже читая эту книгу, очень хорошо, если у вас получится выявить, проанализировать и выявить свои сильные стороны. И я еще в своем телеграм-канале делала отзыв на две книги о коучинге. И я очень советую вам, я ссылочку оставлю ниже на эту статью, прочитать тоже эти книги, потому что в них очень много именно полезных вопросов, которые необходимо себе задавать для того, чтобы разобраться в себе, для того, чтобы четче прояснить для себя свои цели. И если вы будете видеть ясно цели, то тогда вы будете быстрее двигаться к ним вперед. Потому что нашему мозгу, как мне кажется, и об этом многие говорят, что очень важно видеть ясные цели. Книгу Марину Мелли я прочитала буквально за два дня, за два вечера. И история картины где-то в среднем, наверное, неделю мне заняло. Я тоже читала вечером, но я уверена, что к этой книге я еще вернусь и прочитаю несколько раз. Вот очень она мне понравилась. Это одна из моих теперь любимых книг. Также сейчас я читаю краткую историю современной живописи. И читаю журнал, который издается каждый месяц. Это теория моды. В данном журнале продается мне тяжело в прочтении, честно скажу, потому что здесь много информации. Например, о фильме «Фантастические твари» я этот фильм не смотрела. И мне неинтересно, я не люблю фантастику. Хотя о фантастике может быть доля какой-то правды для будущего. Но я такой жанр фильма не люблю. И поэтому мне об этом неинтересно читать. Но здесь есть очень интересная мысль о том, какая будет одежда, когда мы будем туристами летать в космос. Ну не мы, наверное, наше будущее поколение. О том, что одежду мы сейчас воспринимаем с вами только когда мы смотрим на нее прямо, сбоку и так далее. А когда мы будем летать в космос, что мы будем смотреть на нее с разных точек зрения. И это вот такой интересный аспект. Я раньше бы там никогда не задумывалась. Но интересно прочитать и поразмыслить над этим. Здесь тоже есть иллюстративный материал, который помогает раскрыть текст, который здесь приведен. Она мне дается немножко тяжело, потому что у меня всегда есть какое-то чувство сочувствия к художникам, которые жили в прошлом времени. Потому что, конечно, сейчас у нас больше возможностей заявить о себе. У нас больше возможностей показать свои работы в интернете и осветить их и так далее. А раньше такой возможности у художников не было. Естественно, были десятки художников, которые рисовали, допустим, в одном стиле, также как и Пикассо, были кубистами. Но самым харизматичным и самым везучим в этом плане оказался Пикассо. И вот, конечно, эти моменты, ты о них не задумываешься. А когда задумываешься о них, то становится немножко грустно. Всегда, когда я читаю книги, я всегда делаю для себя заметки и записываю их в блокнот для того, чтобы потом посмотреть, может быть, какие-то книги посмотреть, которые упоминаются в этой книге и будут для меня интересны в будущем. Или, может быть, какие-то у меня есть мысли или идеи, которые приходят, когда я смотрю на ту или иную картину. Я изменяюсь заранее за то, если мой рассказ получается немножко сумбурным, потому что не каждый день я рассказываю что-то на камеру. Но я постараюсь в будущем совершенствовать изложение своих мыслей и анализов книг и так далее. Все отзывы о книгах я пишу в своем телеграм-канале. Если вам интересно, я оставлю ссылку ниже. Можете подписаться, мне будет очень приятно. Сейчас я буду рисовать. Я, в принципе, стараюсь рисовать каждый день. Но вчера у меня было хорошее настроение. И я нарисовала три работы. С показа Валентина мне очень понравилась сумка. И я решила ее вот так геометрично показать. Сегодня я хочу попробовать нарисовать такой образ. Мне очень понравился. Это из показа Фенди. И мне очень понравились вот эти перчатки. Я думаю, что они будут трендом в следующем сезоне. И еще я увидела вот такую картинку. Интересно. Просто мне понравилась линия. И я хочу ее вдохновляться для того, чтобы рисовать эту работу. Чтобы не запачкать стол, я использую такой прозрачный лист, чтобы не оставлять пятна на столе, потому что их очень трудно чем-либо отмыть. У него, в общем-то, хорошее очень покрытие. И он очень хорошо, легко моется. Мне он очень нравится. Это мой любимый стол. Но он большой, широкий и очень удобен для работы. Всегда, когда я рисую, я очень сильно пачкаюсь. Поэтому я приобрела вот такой фартук. И это не реклама. Потому что мне кажется, что все сейчас, что мы видим на YouTube или в Instagram, все это как-то завалировано рекламой. Нет, это не реклама. Я просто купила фартук, первый попавшийся, для того, чтобы рисовать. Да? Когда я рисую пастелью, я всегда использую влажные салфетки, потому что руки действительно очень не мараются, и их постоянно приходится вытерять. И они очень сохнут, потом такое неприятное ощущение. Конечно, можно использовать бумажные палочки, но я не люблю их использовать в работе. И мне нравится работать именно так. Когда я рисую, я всегда стараюсь убирать волосы, потому что они у меня очень мешают. Я буду использовать белый лист в качестве палитры, для того, чтобы смотреть, как тот или иной цвет смотрится на белой бумаге. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 25 минут для меня оказалось мало, поэтому я ставлю таймер еще на 25 минут и буду рисовать еще 25 минут. Субтитры сделал DimaTorzok Я стараюсь применять вот такие мазки и немножко размытости для того, чтобы создать такой эффект глянцевой, фарфоровой такой кожи, чтобы она светилась и чтобы она в то же время не была какой-то плоской, чтобы здесь была работа света и тени. На самом деле вот такую работу тяжелее рисовать черно-белую, потому что здесь очень хорошо нужно разбираться, где свет, а где день. Мой таймер вышел, из-за того у меня занял это время не час и я не буду сегодня делать эту работу, потому что я так сегодня уже достаточно рисовала и глазам тоже нужно отдыхать. Сейчас я пойду немножко прогуляюсь, он уже темнеет на улице. Я только что вернулась с прогулки, на улице очень холодно, но все-таки на улице хорошо, я люблю зиму, люблю снег и сейчас я, наверное, поужину и буду ложиться спать, буду читать книги. Ну и буду с вами обращаться, всем пока, спасибо, что приедет день со мной.